Всем привет! Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать в Вайнафу! Если вы смотрите это видео, вам, наверное, интересно, что же такого вы сможете посмотреть. Мы сейчас находимся на главной площади, на буквально одноименной остановке, и именно здесь находится главная достопримечательность этого города, старинный монастырь. Пойдемте смотреть. Мы приехали в Вайнафу в октябре, и именно с 30 по 20 октября здесь проходит фестиваль. Каждый вечер здесь разодетые люди, всякие разные концерты, очень интересные мероприятия. Можете поизучать программу, прежде чем приехать. Так что каждый вечер вас ждут не только клубы Вайнафы, но еще и что-то более интересное. Обратите внимание, какая где-то интересная, вылеченная площадь. Очень тяжело ходить на коблюках, можно быть осторожным, смотреть в облако. Именно здесь проходит концерт, видите, какое количество сидений, потому что, видимо, стекаются издалеки из всего Кипра, чтобы притерять фестиваль. На территории монастыря находятся действующие церкови. Так что, если вам такое интересно, можете зайти и приобщиться к религиозной культуре. Вообще-то, это такой уголок спокойствия, очень много зелени, очень приятно здесь гулять и приятно пахнет. В этих ларьках по вечерам торговцы продают какие-то украшения, сувениры. Какую-то разную мелкую продукцию. Монастырь начали возводить в 11 веке и закончили в 15 веке. В том виде, в котором мы видим его сейчас, он построился именно в 15 веке. А здесь самая интересная часть этого монастыря. Огромнейшее дерево, которому 6 лет. Дерево называется смоковерка. И за ним стоит интересная история. Одна венецианская девушка из богатой семьи не захотела обслушиться своих родителей и выходить замуж за человека из своих кругов, а хотела выйти замуж за бедного. И сбежала в этот монастырь и посадила здесь это дерево. Вот так вот дерево выглядит издали. Считается, это самое старейшее дерево на Кипре. Ну, то есть самое старейшее дерево у вас моковницы. Здесь живут очень жирные утки. Прямо как будто французские. Правда, вода у них очень-очень грязная. В Вайнапе даже есть музей. Это для тех, кто, может быть, захочет еще как-то культурно. Музей называется море. Он открыт в 2006 году и посвящен полностью тематике моря. То есть и морским каким-то жителям, и подпадному меру, и разным кораблекрушением. То есть там найдете все, что связано с тематикой моря. И музей находится на нескольких этаже. Вот мы сейчас стоим как раз напротив него. Можно ходить по верхнему этажу и через стеклянные полы смотреть на то, что находится снизу на разных экспонатах. Хоть стоит в свой четыре дерева, поэтому если такие часы самой жары, если вы хотите лежать на пляже и бояться обгореть, как раз можно погулять в музей. Особенность детьми еды мы будем в плане. На этом мы находимся с задней стороны музея. Вот там вот, под этими органами. На самом западе Айнапы, прямо на берегу у пляжа, разместилась красивая часовня Айфекла. Украшенная греческим флагом. И в принципе похожая на греческую. Построена она на руинах раннехристианской базилики. В 10 метрах от часовни находятся катакомбы, которые представляют собой пещеру или высеченную в камне могилу. Эта церковь является местом паломничества, вымаливающих исцеление людей на Кипре. Здесь бьет целебный источник, из которого добывают исцеляющую кожную заболевание глину. Тут столько почему-то очков. Здесь люди записки. Вообще записки, какие-то свои вещи. Тут даже кто-то растительное масло оставить решил. Следующим интересным местом, тоже в центре Айнапы, находится древняя Кведук. Собственно, вот где проходила вода. И по некоторым данным, она шла от мысок Римка до района Айя-Феркла. Особенно интересно то, что на протяжении Айнапы сделаны специальные приспособления для водопоя животных. Чтобы они в сам Айнапы не лезли, а могли бы пить вот из таких вот мисок. Вода доходила дома на стрельной Айнапы. Там внутри, без головы вверх, у нас вода. Вот ее набирали. А по другим каналам она шла до того резервуара воды, который находится под то есть огромнейшей смоковнице. Акведук функционировал до конца 19 века. Потом был заброшен. В 2006 году до конца восстановили некоторые участки Акведука. Таким образом можно здесь гулять и смотреть, как здесь было раньше. А вот эта часть Акведука, такая 12-метровая стена, была специально построена, чтобы разграничивать потоки. Потому что дождевая вода идет сверху к морю. И чтобы она спокойно у себя шла, специально построили эту стену и приблили. Такое отверстие, как арку, остроконечную. И через нее вода проходила к морю. А та вода, которая была нужна, шла к монастырю и к другим местам. Почему-то, к сожалению, сейчас, не знаю кто, туристы или местные жители, решили, что это довольно-таки неплохая мусорка. Но, если честно, очень жалко на это смотреть. Вот здесь две лестницы, чтобы подняться снова наверх. Для любителей пощекотать нервишки в Анапе есть Луна-парк. И мы у него прошли. Кстати, Луна-парк, потому что над ним повисла луна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это, пожалуй, единственный аттракцион, который я уважаю из всех этих парков. Ну, едешь себе, смотришь на город. Ну, чем не классно? А вот это вот все, пожалуйста, не надо. Крыжок видео в футболу по 25 евро. Аттракцион. Называется Слинкшот. Ты сидишь в этой кабинке, тебя вдруг подбрасывают на неведомую высоту. Но, к сожалению, я не могу показать вам пример, потому что дураков нет. И хоть тут очень много желающих посмотреть, почему-то никто не хочет прокатиться. Или хочет. Или хочет. Ура! Мы дождались. Мы полчаса этого ждали. Место и достопримечательность. Находится на главной площади рядом с главной остановкой автобусов. Мы пришли к одному из самых красивых мест на побережье Иринапа. Здесь нереального цвета вода и вид на скальный арочный мостик естественного происхождения. Это чуть ли не самое романтичное место во всем Кипре. Иногда тут проводятся символические мрачные церемонии. Мост влюбленных, когда-то имел какую-то функциональную ценность. Сейчас проходит просто над камнями. Можно легко пройти здесь. Вообще, такое место реально уединенное для влюбленных. Особо нет людей. В отличие от центра Иринапа. Каждый раз, подходя к краю скалы, помните, что это небезопасно. И даже табличка об этом говорит. Нестабильные края у этих скал. Но так хочется посмотреть вниз, потому что там такая красивая вода. А сейчас мы находимся в порту Айинапа. Вот рядом с нами стоят памятные кусалочки. Здесь осредоточены лучшие рыбные таверны городом. Здесь можете попробовать знаменитые рыбные места. И потом прогуляться вдоль набережной. Посмотреть на кораблики, белоснежные яхты. Можно отсюда отправиться в какой-нибудь другой город. Либо просто совершить морскую прогулку. В Айинапе, также для любителей лечения, есть аквапарк. Он находится в рекламной пляже Носибичи. Но он довольно большой. Для взрослых обонимет на целый вид. Это с 8, для ребенка 24 лет. Но здесь недалеко аквапарка скульптур. Мы нашли еще один аквапарк, который называется Сплэш. Но вообще, если вы так сильно любите горки, можете поискать специальный отель, на территории которого будет аквапарк. Рядом с одним из очень популярных пляжей Айинапа находится достопримечательность эллинистического и римского периодов. Гробницы Макронисеса Раскопки провели всего 30 лет назад и обнаружили 19 гробниц, идентичных к построению внутри. Они представляют из себя каменные ступени, ведущие ко входу. Внутри три скамейки. Около гробниц были выявлены следы костров, значит, существовали специальные погребальные обычаи. Тела усопших при захоронении помещали в глиняные саркофаги, покрытые тремя плоскими черепицами. Найденный саркофаг представлен в музее Таласа вместе с некоторыми другими вещами, найденными при раскопках. Вот мы и пришли в парк скульптур. Это музей под открытым небом. Тут очень много разных скульптур. Не знаю, если вам такое интересно, обязательно посмотрите. Парк относительно новый, открыт в 2014-2015 году. Здесь трудились лучшие скульптуры Греции и Кибра. Парк напоминает чем-то парки посещенных скульптур, которые периодически у нас делают летом. Как только заканчивается парк скульптур, начинается парк кактусов. Это как бы одна общая территория. Даже оформление у них одинаковое, как будто один владелец. В этом парке представлено 10 тысяч видов средиземноморских растений, кактусов и суккулентов. Вообще-то красиво и очень мало людей. Возможно, не всем хочется подниматься сюда в гору, чтобы это увидеть, когда рядом есть море. Плоды этого кактуса чем-то похожи на наши мухоморы. А мы вообще знали только кактусы, у которых вот такие прикольненькие маленькие плоды, которые, кстати, съедобные. Из них делают даже джемы. И, в принципе, их можно порезать, но, насколько мы знаем, они очень колючие. И это не самый приятный момент резать такие кактусы. В общем, здесь найдутся кактусы для каждого. От мало до велико. Такой жирненький. Мы дошли до морских пещер. Такое прикольное место недалеко от Мессы Грека. С нереальной просто какой-то водой. Люди даже нашли, как туда спуститься, чтобы искупаться. Поплавать на падах. И сюда плавают корабли с гавани. Место какой-то неземной красоты. Там как будто бещера. Отсюда, наверное, должны люди прыгать водом. Но что-то никто не прыгает. Такое окошко классное. Таких причудливых форм тут скалы и звездковые породы. Просто груда камней валяется. А кому-то очень весело. В эту глушь даже завезли мороженое. Такая забота. Только я сказала, что никто не прыгает, как человек прыгнул. И я не успела это заснять. Он даже не прыгает. Ну вот я успела. Какие крутые. Я тоже так хочу. Такая прикольная поверхность. Здесь когда-то было море. А потом она высохла. И образовались такие скалы. Вот мы и пришли на Мейс-Грека. Тут много разных локаций. Это называется Голубая лагуна. Сюда приплывают специальные кораблики, чтобы поплавать в бирюзовых водах Средиземного моря. А рядом военная база, которую держат британцы. Все путеводители советуют приехать нам из Грека на закате и устроить себе пикник. Сегодня, к сожалению, заката нет, потому что немножко пасмурно. Возможно, потому что скоро уже конец октября, и сезон уже сходит на нет. На пикник-то всегда можно устроить. Приятного аппетита! С красивым видом! Наши велики прибыли на последнюю точку запланированного нами плана, чтобы посмотреть на вот такой вот мостик. По разным сведениям, то ли он называется мост Ворона, то ли влюбленных. Короче, о, кошка. Во всех интересных местах кошки бродят. Это факт. Мостик образовался естественным путем, но кроме кошек никому туда не разрешено подходить. Вот такой заборчик и вывеска, что проход запрещен. Наверное, чтобы мостик не рухнул так же, как на Мальте. Вот такие отборные достопримечательности мы нашли специально для вас в Айнапе. Так что не бойтесь, приезжайте на этот курорт. Здесь не только клубы. Кстати, про клубы мы вообще ничего не сказали. Потому что что-то мы подумали-подумали. И если вы приезжаете всего на неделю, то придется выбрать. Либо вы живете клубной жизнью, либо гуляете, смотрите все, потому что это, ну, как бы совсем несовместимо. Некоторые клубы открывают свои двери только в полвторого ночи. И как бы, ну, что вы потом успеете днем? Ничего. Ничего. Поэтому мы придумали, что нам интереснее посмотреть это все. Поэтому этим мы и занимались. И теперь вы знаете, куда можно сходить. И на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Ставьте большой палец вверх, лайк, что вы там умеете. И ждем вас в следующем выпуске. Всем пока.